Здравствуйте, уважаемые любители тенниса! Телеканал Евроспорт продолжает серию прямых трансляций из Нью-Йорка, где в эти дни проходит заключительный турнир из серии Большого Шлема в этом сезоне, открытый чемпионат США. Меня зовут Вадим Кольцов, и мы с вами будем наблюдать за противостоянием между чешской теннисисткой Люсией Шафаржевой и американкой Кока Вандовой. Вандовой будет подавать. Эйсен начинает гейм на своей подаче в Вандовой. Хорошая подача в целом у американки. Думаю, довольно часто она будет добиваться преимущества именно за счет этого элемента. Второй мяч. Сейчас хорошо входит в корт Люси после довольно слабой подачи в исполнение американки. По 15. А это Пэт Кэш. Довольно прославленный в прошлом австралийский теннисист. 30 лет назад он сам блистал на турнире Большого Шлема. Правда, это был Уимблдон. А сейчас он уже пытается передать свой положительный опыт своей подопечнице. Ошибка по длине Шафаржевой. 30-15. Обе девушки предпочитают играть в атакующем ключе. Не любят подолгу засиживаться в обороне. Что приводит к дополнительному браку в действиях обеих. Снова вторая подача. Двойной допускает Вандовой. По 30-ти становится счет в этом гейме. Посмотрим, удастся ли Шафаржевой побороться за брэкпоинт. Сразу же нервничают пока девушки. Заметно это по действиям обеих теннисисток. Самое начало матча. Надо привыкнуть к игре друг друга. Найти свою игру, нащупать. Для этого требуется немного больше времени, чем 8 минут. Еще одна двойная восполнение Вандовой. Это уже брэкпоинт. Да, две двойны. В одном гейме, конечно, многовато. Перехвалил я немного американку. Ее подачу. Но сейчас не справляется Шафаржева с приемом. Хорошая подача по центру, по месту, под неудобную руку. Мощная. И американка сравнивает счет гейма. Ровно. Попадает Люси. Здесь прекрасный перевод по диагонали в исполнении Кока. И она зарабатывает гейм. Ну, как мы видим, даже с этого ракурса довольно много свободных мест пока на арене Артура Эша. Возможно, рано еще. Кто-то спит. Кто-то добирается на курсы. К концу матча, я думаю, конечно, гораздо больше соотечественников придет поддержать американскую теннисистку. Второй мяч. А сейчас уже Люси в перестрелке оказывается точнее своей соперницы. По ходу этого розыгрыша сложную вторую подачу она смогла принять. И затем уже выровняла Шафаржева ход розыгрыша и добилась итогового успеха. И так ровно. Невысокий пока процент попадания первым мячом у Коко Вандауэй. Создают дополнительные трудности. Еще одна двойная. Нет, проверяет американка действий линейного арбитра. Мария Чичик обслуживает все движение в стрессе. Арбитр из Хорватии. Прицепляет вторым мячом в бандуэй. Линию. В сантиметре от двойной она была, но все же еще один геймбол. Ошибается приема Шафаржева. Американка выигрывает время своей подачи. И она в первом сети впереди со счетом 2-1. Пока у нас есть небольшая пауза. Давайте немного поговорим о теннисистках, с которой принимают участие в сегодняшнем матче. На ваших экранах крупным планом Коко Вандауэй. Ей 25 лет. Довольно неплохой, хотя и неровный в целом сезон проводит американская теннисистка. Очень хорошо началась сезон. Сразу вышла в полуфинал открытого чемпионата Австралии. Где уступила своей соотечественнице Бену Сангемс. Затем, правда, не очень заладился дальнейший сезон. Грунтовый цикл у Вандауэй. Ну, у американцев, у многих. В общем-то, проблемы с выступлением именно на грунтовых портах. А затем, когда уже теннисный сезон перешел на более быстрое покрытие, на траву. Там снова Вандауэй хорошо выступила. Дошла дочь из финала, где уступила словацкая теннисистка Магдолине Рыбариковой. После этого был финал в Стэнфорде. Где она проиграла Мэдисон Киз соотечественницей. И вот теперь уже Коко Вандауэй настроена покорять, я думаю, самые высшие стадии открытого чемпионата США. Заканчивается переход. Девушка выходит на корт. Даже не дожидаясь объявления арбитра. А сейчас мы с вами посмотрим интервью с Андреем Лоблевым, который сегодня вышел в четвертый финал, переиграв бегицы на лице Кофена. Посмотрим, что скажет Андрей. Говорит Андрей, что, естественно, сейчас ему идти четвертый финал, что он видел то, что Кофен испытывает проблемы с коленями. Ну, честно признается Андреем, что его задача была, скажем так, помучить оппонента, погонять его по задней линии. И за счет этого он смог добиться успеха в этом матче. Говорит Андрей, что ему хорошо удавался средний удар справа. Если слева он играл стабильно, то справа его, конечно, коротный удар. Спрашивает у Андрея, какие чувства он испытывает перед матчем следующего круга против Рафаэля Надаля. Много раз, конечно, видел Андрея матча Рафаэля по телевизору, еще будущий ребенок, о чем он сейчас говорит. Спрашивает у Андрея, как вы думаете, готовился ли на танк специально перед матчем против Рублева готовиться? Ну, Андрей скромно говорит, что считает, что в его игре нет ничего особенного, чтобы такому выдающемуся теннисисту как Рафаэль просматривать его матчи и специально готовиться к четвертьфиналу против Рублева. Хорошее, очень позитивное интервью с улыбкой, честное. Такие интервью приятно всегда слушать. И зрителям, и нам с вами заряжают позитивом подобные слова теннисиста. А сейчас мы возвращаемся на корт имени Артура Эша. Три мяча мы с вами пропустили. 30-15 впереди Шафаржева на своей подаче. И вторая подача. Здесь уже блестящий прием в исполнении Кока Вандовой. Да, видно, что довольна она своими действиями. Косую, хотя и выбивающую подачу. Ну, не то чтобы выбивающую, но все равно неудобную подавала чешская теннисистка. Тем не менее, хорошо вошла в корт Вандовой. Плотным, мощным и очень точным ударом по линии. Заработала она очков по 30. А сейчас не справляется. С подачи по центру. И геймбол в исполнении Шафаржевой. Насторожен пока что наставник американки. Понимает, что вся борьба еще впереди в этом матче. Переподать просит Мария Чичик. Чешскую теннисистку. Ошибается подлиннее Вандовой. Много ошибок пока что в исполнении обеих теннисисток. Тем не менее, счет в первом сете сравнивается. Два-два. Право подойти.